Мы вышли воевать ради того, чтобы наши дети жили спокойно и счастливо. Мы сюда вышли с оружием в руках ради того, чтобы мы могли сами выбирать себе губернаторов, выбирать себе мэра, и чтобы те деньги, которые зарабатывают на этой земле, оставались здесь. Мы не хотели платить бюджет Украины ни копейки. До сих пор мы считаем, что киевская власть на самом деле нелегитимна и захвачена была вооруженным путем. А вооруженные силы Украины должны были этому препятствовать, так как был легитимный президент. Который до сих пор считается президентом. Второе дело, это отношение к этому Януковичу, это уже наша проблема. На самом деле мы его больше всех, наверное, здесь мы, Донецкий, его не любим. Потому что тот он больше всего нагадил, чем всем вам. И все ваши идеи на Майдане, которые были, равенство, свобода, демократия, это все, что было вами сказано там. Вот это тут реально, равенство, свобода и демократия. Мы хотим построить здесь твою страну, в которой будут нормальные дороги. Здесь будут нормально жить наши пенсионеры и съездить куда хотят. И мы этого хотим сделать. Другое дело, это будет тяжело, получится, не получится, вопрос пятый. Но мы за это вышли, за это мы воюем. Я могу рассказать, показать вам школы, разрушенные вами. Показать вам перебитые детские садики. Беженцев расстрелянных с градов или со смерчей, которых вы в нам стреляете. Запомните, мы не пришли к вам в Днепр. Мы не стреляем по вашим селам и городам. Мы хотели жить здесь сами, так как мы этого хотим. Из уважения, то что вы военные, мы не хотим вас менять на наших пацанов. Мы просто вас, просто так отпустим. Звоните своим матерям, звоните своим женам. Ваш командир стоит в список ваших фамилий, имена, отчества. Передаете командиру, дайте им бумагу, ручку, пускай напишут. Зазваниваются со своими родственниками при час. Вы уже позвонили, завтра вы все едете домой. Для вас война закончилась. Единственное, я вас предупреждаю, что в следующий раз, когда вы сюда приедете, с оружием в руках, я не буду с вами разговаривать, я уже сказал вашему командиру, блин, мы вас больше брать не будем. Если у вас еще совести хватит сюда приехать. Ребята, мы с вами одной веры, мы с вами одной крови. Я уверен, что наши деды, скорее всего, когда-то где-то на фронтах Великой Честной войны пересекались, и прадеды. Это просто вам не стыдно к нам сюда влететь? Жалко, что мы не можем показать вам отдельный, второй, там, какая-то, автиллерийская бригада. Точная копия СС Галичины. 79 лет, дивизии СС Галичина. Нагрудный знак. Вот так вот к нам приходят сюда. Ну, надеюсь, вам стало все-таки хоть чуть-чуть, хоть капель. Командиру ручку, листок бумаги, Андрей, приказываю тебе собрать данные своих подчиненных, передать мне завтра утром, или когда вы сейчас вяжете. Дать им телефон, кто помнит на память телефоны матерей и жен, пускай звонят. Сейчас всех вынести им чай, бутерброды, накормить. Пока они не поедят, а сюда не уезжать, выполнять. Еще, хочу сказать, на будущее. Честно скажу, каждый раз буду видеть гостя. Просто гостя. Сюда найдется и чашка, чай, и рюмка водки. И шов-рот положить тоже найдется. Но вот как в Рыбово, больше видеть вас никак вообще. И тут уже, да. В следующий раз, когда встречаться, будем так друг. Как гостя встречу, ну вот как врагам. Это был последний ваш. Кто мне отпущен? И еще, признаете своим командирам. Вы отличные солдаты. Спасибо. И то, что вы попали в плен, это не вина ваша. Вы сражались достойно, каждый раз. Вот эти командиры ваши, которые вас туда послали. Не те, которые были с вами, а те, которые вас туда послали. Сюда.